О сельском хозяйстве, памятных датах в истории Славянского района и многом другом смотрите в нашей постоянной рубрике Телетайп новостей. Славянские аграрии начали подготовку к севу главной сельхозкультуры района – риса. Сейчас в хозяйствах ведется подготовка бочевых подсев белого золота и пропашно-технических культур. Кроме того, на 85% проведена подкормка азотными удобрениями азимых культур. В хозяйствах приступили к химпрополке азимых. Завершен сев ранних яровых культур, общая площадь которых составила 2300 гектаров. Губернатор Кубани Александр Ткачев подписал постановление об объявлении 20 апреля нерабочим днем. В этот день православные отметят радоницу. На девятый день после Пасхи православная церковь совершает особое поминовение усопших. В России общепринято отмечать радоницу во вторник, но на Кубани традиционно это делают в понедельник. Согласно постановлению губернатора, муниципальным властям рекомендовано обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий. Жители Кубани приглашают принять участие в интернет-проекте «Победа деда – моя победа». Этот проект является своеобразным музеем исторической памяти кубанцев о подвигах своих предков. Виртуальные страницы соберут и сохранят самое дорогое, что хранится в семейных архивах. Фронтовые письма, фотографии, реликвии, награды – все то, что оставили своим потомкам герои, спасшие Кубани Россию в годы Великой Отечественной войны. По данным Пресс-службы Краевого Министерства образования и науки, всего интернет-проект «Победа деда – моя победа» включает пять направлений. Методическая копилка, реквием о погибшем солдате, кубанские маршруты Великой Отечественной, дети о войне и семейные фотохроники. Пользователи, представившие наиболее интересные и ценные материалы в копилку памяти Кубани, будут отмечены сертификатами участников. Принять участие в интернет-проекте «Победа деда – моя победа» можно по адресу, который вы сейчас видите на своих экранах. 31 марта анастасиевцы отметили годовщину освобождения населенных пунктов поселения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день, ровно 72 года назад, станица Анастасиевская была освобождена от оккупантов. На торжественном митинге, который прошел на мемориальном комплексе станицы, собрались ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся школ, представители районной и поселенческой власти. Память о наших героях, которые отстояли честь и независимость, она должна передаваться нашим детям, поколениям. Вот сегодня здесь много стоит ребят. И они должны усвоить те уроки войны и помнить, что они наследники победы. Они должны гордиться своими прадедами. Сегодня на этом святом месте мы преклоняем головы перед павшими, которые не пощадили своей жизни для того, чтобы на нашей земле был мир. Вечная память. На мероприятии присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Шевцов. Запомните, старшие помнят, а младшие запомните, в том, что в годы Великой Отечественной войны на Северном Кавказе именно здесь не было по продолжительности такой битвы, как здесь непосредственно на Славянской земле. 15 месяцев, это с 1000 августа 1942 и по сентябрь 1943, выдумайтесь, 15 месяцев, дорогие мои, 17 тысяч погибло воинов Великой Отечественной войне, воинов Красной Армии. Это тоже что-то значит. И вот мемориал, который я считаю и знаю и заверяю в том, что нет такого мемориала, нет такого места, места торжества, места памяти, как в Анастасиевской. Я не напрасно беспокоюсь, чтобы не забыть те времена. Ведь наша память, это наша совесть, она как сила нам нужна. После митинга жители Станицы возложили цветы и венки к Вечному огню.